Проспект Гая В первую очередь очистных сооружений сдана в эксплуатацию в 1972 году. Тогда это была дальняя окраина города, на которой располагались одни промышленные предприятия. Сейчас с развитием города у нас жилые дома. Они приблизились к очистным сооружениям и стал резко вопрос запаха. Хотя вся технология работы с осадками и так далее, она соответствует проекту, которому были изначально заложены очистные сооружения. Однако с того времени прогресс неумолимо мчался вперед. И сейчас технология борьбы с запахом изменилась. Чтобы понять, откуда берется зловоние, нужно объяснить технологию очистки стоков. Поступившие загрязненные воды вначале подвергаются механической обработке. Из них удаляют весь мусор и песок. Далее вода поступает в аэротенки, где проходит биологическая обработка. Микроорганизмы, живущие в иле, разлагают все оставшиеся загрязнения. Все остатки свозятся на иловые карты. Вот от них-то и идет весь запах. К сожалению или к счастью, камеры не умеют передавать запахам. Потому что около очистных сооружений ароматы стоят специфические. Как только появляется ветер, он разносит запахи по всей киндяковке. У нас в 2000-х годах были поставлены фильтр пресса для сушки осадка. Которые помогли резко снизить объемы осадки, поступающего на карты. Мы частично сняли проблему запаха. Но полностью его все равно снять не удастся. Потому что сейчас все равно осадок должен пройти сушку все-таки. А вот какой ущерб, кроме неприятных запахов для людей, наносит иловая карта природе, нам не удалось узнать. К сожалению, у нас так и не вышло получить комментарий от Министерства природы и цикличной экономики. Это ведомство занимается мониторингом экологической ситуации в области. Но во всяком случае, в Водоканале нас заверили, что весь Ил соответствует природоохранному законодательству. Проблему с запахом в настоящее время собираются решать. В федеральной программе оздоровления Волги, входящей в национальный проект экологии, очистные сооружения ждет модернизация. Она будет проходить в три этапа. Планируют начать в следующем году и завершить в 2024 году. Значит, что через пять лет проблема запаха исчезнет. Нет, в Водоканале говорят, что придется потерпеть еще немного. Так как объем карт довольно большой и предусмотрен проектом, ну, наверное, от трех до семи лет. Но эту проблему мы впоследствии тоже снимем. Для того, чтобы запах полностью исчез, остающиеся осадки необходимо просушивать. Сейчас активно разрабатывается проект, как это можно будет сделать. Мы рассматриваем варианты. Это сушки, осадка. Но сушки не только осадка, который будет выпускаться с очистных сооружений канализации, но и того осадка, который накоплен здесь, в правобережье. То есть постепенно его утилизации. И таким образом решение проблемы, то есть исключение практически полного иловых карт из работы. Ароматную проблему никто не отрицает, но решить ее быстро не получится. Придется подождать несколько лет. Готовы ли ульяновцы к этому ожиданию? Данила Ноздряков, Александр Кудряшов. Новости Управда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова